Итак, Дональд Трамп сдержал свое предвыборное обещание. США покидают Парижское соглашение по климату. Еще в качестве кандидата в президенты Трамп убеждал, глобальное потепление это миф. Доказательства по сокращению вредных выбросов душат экономику и ведут к сокращению рабочих мест. США выходит из соглашения, которое подписали 200 государств. Все стороны ООН, за исключением Никарагуа и Сирии. Подробности расскажет наш корреспондент в Вашингтоне Дарья Диагутс. Окончательные правки в заявлении о выходе США из Парижского соглашения по климату Дональд Трамп вносил в последний момент за считанные минуты до выхода в розовый сад Белого дома. Президент появился перед телекамерами с опозданием в полчаса, но ожиданий не обманул. США покидают соглашение. Трамп объясняет причину. Документ вредит стране и ее гражданам, заставляет закрывать целые отрасли американской экономики. США выходит из соглашения. В то же время мы начинаем новые переговоры о вступлении в Парижский договор или подобный ему на условиях, которые будут справедливы для США, бизнеса и людей. То есть мы выходим, но начинаем переговоры и посмотрим, если получится договориться вновь, это здорово, а если нет, то ничего страшного. В изменении климата Дональд Трамп тоже не видит ничего страшного. Более того, проблему глобального потепления хозяин Белого дома считает мифом и регулярно напоминает об этом у себя в Твиттере. Ледяные бури прокатились от Техаса до Теннесси. А я мерзну в Лос-Анджелесе. Глобальное потепление – это абсолютная и очень дорогая фальшивка. Больше всех за выход из соглашения ратует крупный бизнес, особенно добывающая отрасль. Как только президент закончил читать свое заявление, котировки акций на фондовых биржах резко пошли вверх. Предприниматели полны оптимизма. Трамп обещает, что отказ от обязательств по сохранению климата подстегнет экономику и увеличит количество рабочих мест. Некоторые эксперты теперь не исключают, что за Вашингтоном могут последовать и другие страны. И тогда на идее глобальной защиты экологии можно будет поставить крест. До последнего момента сторонники защиты окружающей среды надеялись, что повлиять на президента смогут дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер, которые якобы лично убеждали главу государства не выходить из соглашения. В качестве защитника окружающей среды выступил и бывший глава Эксонмобил, госсекретарь Рекс Тидерсон. Впрочем, в итоге перевесили аргументы противников парижского соглашения. По данным издания «Паритика» это советник президента Стив Бэннон, а также администратор агентства по окружающей среде Скотт Прюитт. Теперь по условиям соглашения в силу вступает 28-я статья, определяющая правила выхода государства. По словам экспертов, это может занять почти 4 года и вызовет огромное количество юридических споров. Вопрос в том, что Трамп имел в виду под выходом. Он несколько раз упомянул, что хочет повторные переговоры. Не уверен, что страны на это пойдут. Парижское соглашение было очень важным документом и достижением дипломатии, требовавшим больших усилий. Возможно, он хочет договориться о сумме взноса, который делают США, но в таком случае Соединенные Штаты останутся членом соглашения. Интересно, что против выхода из Парижского соглашения высказались главы многих энергетических компаний. Например, Эксон, которая в последние годы делает ставку на альтернативные технологии. Зеленая энергетика, по словам экспертов, дает самый высокий прирост рабочих мест. У специалистов есть сомнения, произойдет ли обещанный Трампом экономический рывок. Неясно также, получится ли защитить интересы Америки на международной арене. Соглашение подписали почти 200 государств. И после выхода из него США могут стать не первыми, а одинокими.